В Яндекс.Лавке скидка 40% на первый заказ по промокоду ПРАЗНИК. Хоу-хоу-хоу! С Новым Годом, обожатели фэнтези-миров! Перед вами подарок, который вы заслужили. Сегодня вас ждет лучший выпуск подземелья Чикенкари. Ведь впервые я буду участвовать в нем не только голосом, но и остальными частями своей харизмы. Вот он, посмотрите, красавчик в накидке а-ля роскошный гобелет. Добромраз! А теперь новость похуже. Это продолжение истории мерзкого полурослика Эрика Беннисова. В прошлой серии у Эрика родился ребенок от Софии. Также он узнал, что у него есть еще один сын от блудливой селянки. Будучи ответственным отцом, он сразу же бросил своего старшего сына и вместе с семьей каннибалов поселился в столице. В поисках заработка Эрик решил вернуться на криминальный путь. Что из этого вышло, вы узнаете прямо сейчас. Это подземелье Чикенкари Янус Доставка. Серия так называется. Ну и погодка в столице. Жена, посмотри, что я принес. Тихо, ребенка разбудишь. О, ну-ка, иди сюда, я тебя поцелую. Рожавшая, волосатая, огненная. Я же только его уложила. А где ты украл индейку? Да я не украл. Я устроился на работу. А это вот очень вовремя. Потому что нам надо купить подарки на Новый год маме, Юлиану, Гебелонычу. Слушай, пусть подарки покупает вон Дед Мороз. Зая, для наших близких мы сами должны стать Дедушкой Морозом. Ты братец Мороз, я сестрица Мороз. Да. Еще угрохаем кучу денег на подарок. А вовсе нет. Смотри. На Яндекс.Маркете скидки на новогодние подарки до 70%. Здесь есть все, что угодно. Юлиану мы подарим гантели. Гебелонычу подарим новый нож. А маме подарим гриль, чтобы она ела меньше сырого мяса. Доставка быстрая, прямо до двери. Ну что, покупаем? Все купим. В смысле? Ты куда? Да я же сказал, что я устроился на работу курьером. Нам сказали заехать кое-куда, забрать кое-что, отвезти кое-кому. Нам еще ничего не сказали. А зачем тебе кинжал? Пак-пак. Для волков. Эрик, поклянись мне, что твоя работа никак не связана с криминалом, и ты не попадешь в неприятности. Все нормально. Наш сын никогда не останется сиротой. Тем более со мной идет твой тупой брат Юлиан. Принемся к Новому году. Запечешь индейку. Посидим всей семьей. Распакуем чертовы подарки. Эрик, мерзкий полурослик, выходи. На, правильно, правильно. Нет, нет, у Никита. Ну нет, ну нет, сука. Сразу. Ну тварь, ну тварь. Виноват. К вам очень уважительно отношусь. Так и нужно. Твоя слюна щипит, Никит. Это подземелье чекен карри. Лучшее шоу, которое осталось у нас в еще пока не заблокированном ютубе. У нас в гостях человек настолько великий и смелый, что может показать в начале выпуска голую жопу. Никита Кукушкин. Хотя я могу ошибаться. Он не смелый. Я не показывал попку. Человек с цикло. Никита Кукушкин у нас. Ну, бля, про тебя просится, что ты поешь неправильные песни. Ну, очень хорошо. Просто обойди меня. Человек, которого очень легко обойти. Сами знаете почему. Александр Гудков. Спасибо большое. Человек, чьи пиратские фильмы мы и так долго ждем, но он никак не выпускает. Руслан Кубик в кубе. Просто пират, да, не поперечный. Давай про Big Russian Boss. Ну что-нибудь, ну ляп. Великий актер. Лучший отыгрыш в мире. Лучший юмор. Большой русский босс. И голос невероятный. Саша Бриганов. Это наш боже. Добро пожаловать в подземелье Чикенкаре. Вау. Мы всем фонарем, где солнце тогда. Мы можем начинать. Или есть еще какие-то сюрпризы? Ну, мы хотели поздравить Даню. А, да, я теперь женат. А я подарок. Никита, поскольку вам с Полиной, это классический свадебный подарок. Это сервиз. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляем. На шесть персон. Давай, целуй. Не, ну мы правда поздравляем. Спасибо, спасибо большое. Ничего не могу сказать, пока два дня женат. Ну, выглядишь хорошо. Мы надеемся, что твой талант не угаснет вместе с этой свадьбой. Откуда тебе знать, что такое талант? Ребят, нас... Все аплодируйте, и мы начинаем. Поня живет благодаря великим героям. Только их свершение помогает жить миру. Эти герои на протяжении веков совершают невозможное. Покоряют вершины и избавляют мир от чудовищ. К сожалению, это не про вас. Сегодня вы контрабандисты из Яну с доставки. Но зато вы найдете и доставите все, что нужно вашим заказчикам. Каждому из вас очень сильно нужны деньги и как можно скорее. Главарь контрабандистов по кличке Янус поручил вам встретиться с эльфами и забрать у них груз эльфийской соли. Ваша задача на сегодня? Забрать груз, передать гному по имени Пабло Техник и получить свои денежки. Это легче простого. Легче пареные репы. Конечно. И по возможности остаться в живых. Контрабандисты, представьте своих героев. И начнем мы с Саши. Я громила по имени Юлиан. Я из семьи каннибалов. Недавно нам пришлось покинуть родные места. Солдаты в Ластона разгромили таверну Кайф, которая была домом для нашей семьи. Теперь мы поселились в столице королевства в городе Кёнигпон. Мерзкий муж моей сестры Эрик устроился работать контрабандистом, и я пошел вместе с ним, чтобы его защищать. Я не хочу, чтобы мой племянник, а он родился, остался без отца. Это я. Это я. Это я. Добро пожаловать в игру, Юлиан. Я громила. Я Юлиан. Я полурослик по имени Эрик Пеннисов. Уменитое тварь. Уменитое мразота. Мразота. Ну, ситуация такая, что недавно я стал отцом, у меня родился сын, Леша. Леша Пеннисов. Леша Пеннисов. Моя жена София пережила тяжелые роды, поэтому мы приняли решение переехать в столицу. Ведь там лучше медицины и легче затеряться. В столице непросто найти хорошую и честную работу, поэтому я устроился контрабандистом в организацию к господину Янусу. Пока меня нет, моя семья у него под защитой. Но это значит, что я не могу не выполнить заказ. Мне не очень хочется возвращаться к криминалу, но это то, что я умею лучше всего. Просто посоветую тебе в твоем новом статусе. Ты можешь так же потерять свой гений, как потерял его я. Совсем недавно, когда у меня появилась жена, и родилась маленькая ребеночка. Твой гений в том, что у тебя жена была? У него был гений в Чайлд-фри. У меня был гений в Чайлд-фри, в сексе. А потом у меня все это пропало. Все это пропало. Пропал криминал из моей жизни. Все благодаря жене. Теперь ты секс-фри. Я, кстати, во вкусные точки всегда, кстати, секс-фри заказываю. В любительности моему маленькому сыну нужно есть. А значит, я должен добыть деньги любым способом. А это все? Я надеюсь, твой гений вернется. Эрик Пенисов. Я гоблин-контрабандист по имени Биктор Вуд. Когда мне было три года, контрабандисты привезли меня в столицу, в клетки, как животное. Главарь контрабандистов по кличке Янус продал меня одному жердяю, как домашнее животное. Но я загрыз его нахуй. Меня вернули к Янусу. Много лет он давал мне мелкие поручения. Но теперь доверил крупное дело. Если я выполню задание и не подведу босса, то поднимусь выше в организации. А я пи***ц какой карьерист. Привет. Привет. Добро пожаловать в игру. Я человек по имени Добромраз. Я опытный жулик и контрабандист. Криминальная жизнь нелегкая, но у меня к ней имеются все таланты. Могу погадать по руке. Могу раскинуть картышки. Могу наебать всех. Могу имитировать разные голоса. Например, такой вот. Я тоже так могу. Нет, не можешь. Нет, не можешь. Я так могу. Даже повыше. Не можешь. Нет, не можешь. Один раз мне не повезло, я угодил на каторгу. За что рассказывать не буду, там очень сложная ситуация была. Хотел было завязать, но времена сейчас неспокойные. Перестаньте драться при мне. В королевстве бордак, а значит умный контрабандист, как я, может хорошо заработать. Планирую выполнить этот заказ, поднять деньжат и свалить на пенсию в Португалию. Вот тварь. Спасибо. Добро пожаловать в игру, добра бразь. У нас сегодня иб***т какая веселая история, походу. Вам надо взять и отдать. Все. Не, по моему опыту, раз мы везем соль, квест может превратиться в то, что мы два часа будем стоять вот так. Ну что ж, Данила, ты остаешься последним. Я сегодня контрабандист по имени Игристое, потому что я всегда даю в голову. Что? О! Твоя сила каламбуры. Моя жизнь сюжет для тюремной баллады. Я сирота, при этом не тиктокер. С ранних лет я скитался по всему королевству. Какой кошмар. Я лазал в форточке за столовым серебром. Ну это было до того, как мне подарили сервиз. Грабил пьяницу таверн, когда был пиратом в гнилой гавани. Там потерял глаз. Недавно встретил своего дружка-контрабандиста Добра Мраза, с которым мотал срок на каторге в Фагельнесте. Было дело. Он предложил мне вместе провернуть дельца. И вот я здесь, за золотую монету, готов на все. Привет! Игристое. Янус заплатил вам пять золотых монет. Вперед! Ассистеса, внесите пять золотых монет. Сейчас, подождите. Какие-то... Просто сейчас будут... Обычно тут... С какой стороны она кидает? Тут деньги. Где? Не очень... Что происходит? Отдаем на благотворительность и сваливаем на... Во время приключения участники находят золотые монеты или получают их от мастера за выдающиеся действия. Их можно потратить на переброс кубика или на благотворительность, если игроки сохранили монеты до конца игры. Одна монета — это 10 тысяч рублей. Раз, два, три, четыре. Пять. И еще пять. Отдай крысу! Отдай крысу! Вы получите от заказчика, когда доставите груз. Я хочу... Дай сюда! Я хочу это... Дай сюда! Попая в трезвом уме и жесткой памяти, я хочу отдать самому вменяемому человеку за нашим столом. Спасибо. О, нормально, ладно. Так он цыган! Тихая лунная ночь, высокий камыш, пологий берег и шелест волн о песок. Вы расположились на большом бревне вокруг костра и уже давно поглядываете в сторону ровной водной глади. Крупная черная длинная лодка медленно плывет в вашу сторону, не издавая ни единого шума. На лодке легко распознать пять фигур в темных плащах. Это эльфы. Они даже не грибут, лодка плывет при помощи магии. Что вы делаете? Я сижу, просто вот такая луна, лунная дорожка, я сижу, и у меня в руках кулон с изображением брата Савла и жены Софии с ребеночком. Я сижу, немного поплакиваю и грущу просто. И вижу эльфов и думаю, интересно, мне показалось, что это какая-то загадочная такая история, которая может помочь мне в моей жизни избавиться от этой неумолимой, неутомимой грусти. Я этот кулон, я вижу, как они плывут, она сама плывет, и я в них просто кинул кулон. Кого? С какой целью ты это делаешь? Мой кулон как бы попадет в это чудесное как бы видение и принесет удачу. Ему показалось, что у них пустые шеи. И принесет удачу следующим людям. Брату Савлу, жене Софии с ребенком. Ты бросаешь кулон, и он магическим образом зависает. Эльф артистично вращает его в воздухе. Это чудо? Лодка останавливается на песке. Один из эльфов привязывает ее к дереву при помощи магии. Четверо других спрыгивают позже и берут с собой мешки с товаром. Это не деньги. И он бросает кулон обратно к вам под ноги. Мы должны купить у них соль. Наверное, да. Я умею имитировать голоса всяческих существ, которых видел. И я говорю голосом эльфа мы эльфы не обманываем друг друга. Это вам пригодится. Алман. Харизма. Харизма. Рус, давай, блоком. Ну что же мы с ним? 16? Я бы не сказал, что ты эльф, но ты так говоришь, словно ты один из нас. Я так и говорю. Откуда ты знаешь этот акцент? Я как-то жил с эльфами. С какими? Меня воспитала семья эльфов. Каких? А какие бывают? Высшие древесные. С высшими, естественно. Разве я буду жить с древесными? Это очень хороший выбор. Спасибо. Но тем не менее, где деньги? Деньги будут. Пять золотых, как договаривались с Янусом. Нет, сначала покажите товар. Можете издалека так, типа... Он оглядывает тебя сверху вниз, словно оценивает. А что с глазом? А тебя не ебут. Где соль? Не обращаюсь. Как грубо. Я должен кидать кубик на выхо. У меня... Нет, нет, нет. Можно я? Нет, ты просто оскорбил. У меня... У меня это шок вызывает. У меня слова этого человека вызвали шок, шокирующее воздействие. Потому что я кинул, чудо произошло. Приплыли ко мне сказочные абсолютно эти самые. И ты ругаешься на них. Случайным образом... Не ругайте. Нажимаю на арбалет, целясь... Целясь ему в один вот этот вот глаз. Хорошо, пускай. Пускай. Пускай делает. Пусть лучше не видит ничего. Пускай делает. Пусть делает. Давай. Бросай атаку. Паш. Поймай. Да. Пятерка. Супер. А у нас монета есть на переброс. Ты промахиваешься. Супер. А Юлиан? А товар так и не у нас. Стрелавка летает прямо рядом с тобой, игристая. Сейчас, мимо меня пролетает стрела, я говорю, соль покажи. Не обращая на нее внимания. Сначала золотые, а потом соль. Они могут нас наебать, потому что они боятся показывать товар. Нет никакой проблемы в том, чтобы показать его, чтобы мы сразу отдали деньги. Что за бред? Я думаю, что-то тут не так. Странно. Ну, гениальность ушла, я не спорю, поэтому мало чего получается. Но все-таки я думаю, что чудо исходит откуда-то из этой лодки. Ну, и я, соответственно, скрытно пробираюсь в лодку. Ты думаешь, сила эльфов в лодке? Скрытность по ловкости. Двенадцать. Он подошел к лодке. Ты подошел к лодке, скрытой тенями деревьев. И я потихонечку начинаю осматривать лодку и выкрадываю все из нее. Потому что там может быть... А лодка абсолютно пуста. Товар из лодки уже вынесли, как нам рассказали вначале. Ты думаешь? Тогда я проделываю в лодке отверстие, чтобы она утонула. Я же услышал, что они могут уплыть с каким-то чудесным... Каким образом ты будешь это делать? Наваливаюсь на лодку, в нее попадает вода, и она тонет. Это первое. Наполовину, поскольку она стоит у берега. Я тогда чуть-чуть ее отодвигаю от берега и дотапливаю ее. Один из эльфов кладет тебе руку на плечо. Слушай, я, конечно, все понимаю, но зачем ты отправляешь лодку в воду? Ты хочешь уплыть? Нет. Я думал, что здесь находится какое-то чудо-материал, который... Ааа, ты хотела украсть у нас товар. Нет, нет, нет. Посмотрите. Да, 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 да. У нас похуже заходят в тупик наши переговоры. Смотрите, это наш человек, он просто хотел убедиться, что товар с вами, потому что вы что-то мутите воду. Но мы готовы вам поверить, вот пять золотых. И протягиваю ему пять золотых. О, отлично, так бы и сразу бы, а то, похоже, выражаясь вашими словами, ваш человек мутит воду нашей лодкой вон там на берегу. Уважаемая сестесса, заберите, пожалуйста, пять золотых со стола. Не-не-не, не л**ья. Подожди, подожди, подожди. Только сначала покажите товар. Мы пока протягиваем вот так. Смотрите, наш диалог, если вкратце, произошел так. Вы золото даете? Нет. Показываем. Красивое. Вот так, поиграем. Пока только что показываем. Да. Как вы можете видеть, деньги здесь, но мы все еще не понимаем, где товар. Эльф щелкает пальцем, и пять мешков с солью проявляются прямо перед вами. Другой разговор, ладно. Вот, тогда отдаем асестра себе. Кто-то должен попробовать. А кто-то этого ебаном только. Кто из нас? Есть что-то не соленое? Вы будете пробовать? Конечно, кто-то должен попробовать. Кто? Я думаю, Эрик Пеннисов. Ну давайте я попробую. Эрик Пеннисов. Для того, чтобы понять, какой эффект вы змеи над тобой. Пятерочный. Пятерочка. Ты ощущаешь, словно твои уши начинают удлиняться. Они становятся все длиннее и длиннее. Они вырастают большими, уродливыми. Запиши себе минус один к проверкам харизмы. Но теперь, если ты сильно будешь ими махать, ты сможешь очень медленно летать. Примерно полтора метра за ход. Прекрасно. Эрик отведал токсичный порошок, чтобы получить способность летать. А у вас всегда есть авиасейлс. Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Вот это. Я тоже хочу попробовать. У нас нет вопросов относительно качества товара. Мы даем вам деньги. Можно сделать скидочку для своих? Скидку? Да. Одну монету. Ну, четыре мешка, четыре монеты. Сделать еще больше. Три мешка, три монеты. Как интересно, вы, эльфы, торгуетесь? Ладно. Назови мне хоть какой-нибудь аргумент, почему я должен взять с вас меньше денег. Мы никогда не обижали эльфов. Мы никогда не обижали эльфов. Я воспитан в эльфийской семье. Назови полное имя и фамилию твоей эльфийской семьи. В которой тебя воспитывали. Светлана Викторовна Богачева. Убеждение харизма. Вот это хорошо. Кинь, пожалуйста, убеждение харизма. Двадцатым кубиком. Вот этим, да. А что, у меня особо... Давай-давай-давай. Двенадцать. Плюс три. Плюс три. Ай, ладно. Я хорошо знаю. Четыре монеты за все. Супер. За пять мешков. Отлично. Ассистеса, заберите, пожалуйста, четыре монеты со стола. А в нее надо кидать, наверное? Нет, нет, она сама забирает. Да, четыре. Одно я просто заранее спи***ал. Я хотел их наебать. Но вы скидку выпросили, блядь. Идите нахуй. Ну, в общем, мы поплыли. Все, пока, ребят, пока. А так как я опробовал этого чудесного, этого самого, во мне немного пробудилась криминальная сущность. Нет, нет. И тот человек, которому передали вот эти четыре монеты, я ушками взмахнул, раз, и у него цапнул эти монетки. А я по скрытности. Сейчас будет драка. Кидай скрытность, ловкость. Скрытность по ловкости. Шестнадцать. В сумме? Шестнадцать плюс пять, двадцать один. Так это другой. Доброго раз, а ты его видишь? Ну, конечно, ее передали прям при мне. Вот, Добромраз, это тебе вопрос. Видишь ли ты своего спутника Пенисова? Я не вижу. Он не видит. Где он? Правда не видишь? Я правда не вижу. Тогда ты в скрытности, Эрик. Кому из них ты подходишь? Я подхожу к тому, которому он передал. Я же вижу, он меня не видит. А он поворачивается к тебе и спрашивает, ты что-то хотел еще? Почеши. В смысле, у меня двадцать один. Все верно, у тебя двадцать один. Тебя не видит только Добромраз. Что ты хочешь от меня? Почеши его. Ну, ты хочешь что-то еще от меня? Спроси, как... Да. Да, хотел. А что? Почесать тебя, скажи. Спроси, как теперь за ушами ухаживать? Да. А теперь за ушами ухаживать? За ушами? Ну, стирай их раз в две недели. Ну, поближе не слышу. Еще поближе? Да. Он нагибается немного. Нагибается? Я ему кинжалом протыкаю. Да зачем? Да отпусти ты их. Проводи атаку. Они маги, чувак. С преимуществом. Да в карман рукой залезь. И еще один кубик. Блядь. Девять. Двадцать по ловкости. Семь. Семь, девять. Твой кинжал попадает во что-то очень твердое под плащом эльфа. Это, судя по всему, эльфийская кольчуга из черного металла. Мы все говорим... Скакивает назад, и теперь ход эльфов. Мы все, пока эльфы ходят, говорим, мы не знаем. Мы не при делах. Мы его не... Наша команда только собралась. Эльф розчерками красных линий от пальцев плетет мощное боевое заклинание. Это попадание. В Кукушкина? Да. Ха-ха! Ты сам виноват. Спасибо, эльфы! Что происходит? Ра, блядь. Что происходит? В сумме 21 урон. Господин геймастер, слишком мало, даю монету. Убейте он. Не, подожди. Ночь разрезает тонкая линия огненной энергии элегантной магии эльфов. Он... Аккуратная дырка появляется в твоем теле. Где-то неподалеку от сердца. Она проникает насквозь. Нет, нет, у меня три... Ты падаешь и отмикаешь. Три дневеков. И монета у нас. И монета у нас. Твое обугленное тело омывает воды реки. Надо сказать, ты пи***а поиграл. Эльфы остановились и больше ничего не делают. Они потирают руки. Боевая ситуация заканчивается. Вы теперь ходите в свободной форме. А один из эльфов поправляет перчатки и говорит, поучительный урок. И бросает одно зелье лечения. Они поднимают свою лодку с помощью магии, выливают оттуда воду. Он так старался. И уплывают. Супер. Что будем делать с зельем лечения? Нам же пригодится в будущем. Я считаю, надо взять его просто с собой, да. Ну типа... Просто взять. Друзья, у вас есть минута, чтобы стабилизировать его. Ну давай вылечим его на что-то. Пожалуйста. Последний раз. Можете меня о чем-нибудь попросить. Давай, мы попросим тебя... Можете мне что-нибудь попросить? Давай, мы попросим тебя не нападать на других существ. Это не работает, Руслан. Просьбы других. Не-не, первый раз он должен отпройти. Я беру палку. Дорогие друзья, к сожалению, он умирает и не слышит вас. А нет, а нет, он... Я не слышу вас быстрее, б***ь, минута. Давайте лечить его, ладно. Руслан, ну ты первый раз играешь, ну это... А, то есть не нахуй не надо. Ну просто это... Я не знаю, давайте лечить. Я все серьезно. Я беру палку, а дырка и так... Ребят, дайте аплодисментов Руслану. О, нахуй. Давайте дадим один раз, б***ь, это зелье все равно... Зачем? А ну на халяву нам досталось. Ну да, да. Может быть у него будет два хп, и он будет вести себя как шелковый. Вдруг у него не очень много... Выберите это лицо. Давайте лечить его, б***ь. Итак, кто я и что делает? Я подхожу, поднимаю это зелье и вливаю ему в рот. Сейчас, подождите. Киньте. Два. Ди четвертых. Мой с два. Три. 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 Восемь. Здоровье. Восстановлено тебе, Эрик. Я волью в тебя. Эрик, ты открываешь свои собственные глаза, и ты вроде бы как уже шел... Дурак. Понимаешь? Вот на х***я. Это он все начал. Ты открываешь глаза, Эрик. Твои уродливые уши распрямляются и очищаются от песка. Ребята, у меня очень мало чего сейчас в жизни получается. У меня ничего не получается. Но играть у тебя точно не получается. Я ничего не могу, правда. У меня одни сплошные проблемы и грусть. Ну смотри, ты понимаешь, что вот нас четверо, это мы последние твои друзья. У тебя отняли все, у тебя даже работы нету. И дырка в сердце. И вот это твое увлечение, воровство, это последнее, что у тебя есть в жизни. А как мне работать, если у меня нет моей гениальности? Ты можешь заплатить по-настоящему? Может. Смотрите. Он и эрекцию делал. Потом чего бы ни... Другим. Ну кому, да. Другим. За деньги. Была, была, была слеза. От слов, от слов. Была слеза. Итак, дорогие друзья, у вас пять мешков соли, у вас есть одна золотая монета. И вы отправляетесь в путь. А Юлиан спрашивает, ты по-настоящему плакал? Бать тебе ссыкло. И наносят девять урона, знаешь, это бахнет. Оставим ненадолго наших героев и перенесемся за другой игровой стол в иную игровую компанию. Глубокий разлом тянется по поверхности Авернуса, докуда хватает глаз. Этот каньон глубиной больше мили наполнен кипящей, бурлящей зеленой слизью. Тяжкое, зловоние бьет в ваши нозды. Мастер, это замечательно. Рассказывайте дальше, пожалуйста. Спасибо, но у Саши есть дела поважнее. Парни, сори, я просто на мегафоне перехожу на старший тариф. Сейчас, секунду. Саш, мы стоим на краю огромной гигантской ямы на краю преисподней. И ты сейчас решил сменить тариф. Ну правда, парни, если мне повезет, то я после Нового года поеду в путешествие. Ну, может быть, на Красную Поляну, может, на Байкал. Может, даже в Ногликино-Родоновые ванны. Ты чего, Саш? Ты чего, Саш, очнись, эй! Чего, чего, чего вы делаете? Чего это такое? Да потому что это предательство, Саш. Потому что мы с пацанами решили все новогодние праздники играть. Понимаешь? Когда? Да, чтобы найти меч Зариэль. Господина, нам конец. Слышал? Кто будет хавать урон и домашить в ближнем бою? Клирик Карл? Или тупой Барт Сергей? Я дедюля. Простите, пожалуйста. Саш, подойди. Я даже не знаю, что это за мужик. Ну, парни, ну, правда, ну... Может, я могу играть с вами? По интернету. Саш, какой по интернету? Что ты несешь? Ну, какой по интернету? С родоновых ванн в этих внукликах? Ну, вы понимаете, что весь прошлый год Мегафон, между прочим, повышал качество региональной связи, добавляя новые базовые станции. Ну, а теперь Мегафон разыграет супер-призы для своих абонентов. Это захватывающее путешествие по России. На двоих. Вы тоже можете поучаствовать. Нужно только перейти на тарифы. Мегатариф. Либо максимум VIP, либо премиум. И все. Ответит на вопрос в комментариях к конкурсному посту. Ссылка в описании. Ну. Саша, сделай проверку харизмы на убеждение. Не буду делать никакой проверки, никакой харизмы. Вот выиграю, потом позвоню вам из поездки, потом поймете, какая там качественная связь. Ты ничего не выиграешь, потому что поездку выиграю я. В смысле ты выиграешь? Потому что я гораздо удачливее тебя. Как это? У меня 73 на скамье и 24 на рофле. У него, посмотри, одни единицы. Как это возможно? Саша. У него критический неуспех. Саша, у меня класс брони 15, а здоровье плюс 3. Мы прокачивали персонажа 2 недели. У тебя там здоровье минус 7 уже. Саша, у меня nuclear weapons. Он же, как это возможно? Мы его бафнули с Бардом. Я сплел фразу вдохновения. Это ничего не значит. Он сплюнул рифмой вдохновения. Он сплюнул. Это ноль. Он говорит, он сплюнул рифмой вдохновения. На кого? Саша, на гномиков. Каких гномов? Что вы говорите? На зеркальных озерах. Эта компания встала на паузу из-за жажды путешествий. Вернемся в подземелье Чикенкарий и узнаем, что произошло там. Вы, покинув берег, направились на юг пещеры Кобальдов. Именно там вы должны встретиться с Пабло Техником. Вы выдвигаетесь по узкой горной тропе. Светает. Из-за кустов выходит похожая на эльфа-блондинка с длинными волосами не первой свежести. Она довольно быстро поднимается по травяному кювету на дорогу. Преграждает вам путь. Я знаю, кто вы. Мы тоже, ты Бузова. Я Дайана Эль Порисуа. Дайана Эль Порисуа? Диана Борисова типа. Типа нахеранка. А, с рехабой. А, она хочет нашу соль. Откуда вы знаете? По лицу видно. Ну, короче, раз вы знаете все, давайте. А давайте без давайте. Давайте деньги у вас есть? Вообще да. Много? Ну... Два мешочка за золотой. Это слишком мало. Оплата. У тебя есть какая-то полезная информация для нас? Может быть, какие-то опасности здесь поблизости? Или артефакт? Ну, давай попробуем договориться. Или тут работает рядышком армейский магазин? Я старый. Вау. Просто поймите, у меня... Нет, мы... У меня сложный период в жизни. Мы не продадим. Что такое? Что у меня... Вы хотите заработать, я могу вам дать немножечко денег, но... А что у тебя случилось? У меня тоже проблемы. А сколько денег у тебя есть? Мне кажется, у меня пропал гений. Не надо. Надо оставлять их. У меня та же самая проблема. Мне очень грустно, потому что я тоже потерял свой гений. Слушай, ну, может быть, ты отдашь свой мешочек мне? У меня есть эта соль в слюнке. Нет. А вот вопрос. Что нет? На х** вам Эрик принца? Давайте, давай, 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 давай. Я плюю ей в рот. Чего ты делаешь? Плюнул вот, вот так. Нет, нет, нет. А ты-то мне наплевал в рот. А я хотел продемонстрировать. Нет. Так ты... Нет. Слабачка. Я плюнул ей в рот. Она ему самому нравится. Она долго пережевывает твою слюну. Немного морщится. Потому что она у тебя твердая. Да. Она у тебя скажет. Что-то вроде как-то... Чувствую только привкус песка речного. Мы контрабандисты остановились у какой-то эльфийки, нахаркали в нее и не можем дальше двинуться. Че за х**ня? И на этих словах на дорогу поднимаются странные фигуры, похожие на большие грибы-переростки с руками и ногами. Неожиданно. Ну что, Дайан, ты в тупике. Сейчас мы быстро шляпки подрежем и заберемся. Все. Элик и Юлиан, вы знаете, что это грибниды. Слава Богу. Один из таких работал с вами в таверниках. О, грибниды! Привет! Нет! Нет! Я говорю, если их нападать, у них есть споры. И это все. Лучше их не трогать. Значит, я оказываюсь возле этой Дайаны, беру ее вот так за горло и говорю, Сука, если вы подойдете к нам, грибы ебаные, я ее убью. Иди сюда, рыжий. Такая угроза происходит. Справедливо. А грибы смотрят тебя. Думаю, я всех убьем с Дайаной. Тогда я убиваю Дайану. Ха-ха-ха-ха-ха. Атака. Д 20-й. Раз да, я пиз***ну, но надо до конец. Я бью дубиной с гвоздями, ей по голове. Сумма 13. Наноси урон. Шесть. Шесть. Шесть по голове. Твой удар приходится ей в бедро. Она вскрикивает от боли, ей страшно. Она все еще жива, и теперь она безумно зла на тебя. Грибнида рядом. грибни ты рядом да они рядом конечно же да мы здесь я говорю гриб вы играете ниды гриб только пухни своей спорой я тебя в лапшу положу и делаю вот так вот первого второго третьего вот так трех сразу как на связку грибов шляпками шляпками атака две атаки 1 атака критический успех критическая удача вторая атака 17 а теперь тебе необходимо кинуть урон по грибу который ты попал критической атакой по одному обычный 2 до 4 плюс 4 по первому грибу 4 и 1 5 4 уже в моем пирожке смысле куда ты показываешь ты мало кто знает очень сильно мягкими и шляпки амортизировали удар друг об друга ты слегка поранил их шляпки и мне приятно странная жидкость начинает вытекать из них и они разозлились на тебя теперь ход грибни давечу они два заснялись 5 грибов бьют тебя юлиан они свежие а почему он они они а почему ударил она не я девятнадцать шестнадцать все пять тонких раскладных ножей грибни дав оказались в твоей плоти почему я не мой юлиан ты получаешь суммарно 22 урона игры зелье лечение бы сейчас пригодилось как будто на меня напала шоу лилипутов я беру один пакетик вот этого зелья там мешок мешок беру значит оттуда горсть насколько возможно не все не все беру запрыгиваю на шляпку одного из грибов и так как когда ты их столкнул них масло потекло значит споры раскрылись я вот эту соль чтобы можно вот прям туда понакидал 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 ты распыляешь соль над всеми и над юлианом ну да да юлиан д восьмой о май гад ты мне тоже сделал кое-что но я хотел тебя спасать он тебя добьет сейчас 5 у тебя начинают расти длинные уродливые невыносимо отвратительные уши напиши себе минус один проверкам харизмы но теперь ты можешь медленно летать улетай так же как и эрик а что стало с грибами что с грибами россии он их засолил их руки и ноги меняются местами они не очень хорошо понимают что им делать теперь поскольку все работает совсем иначе а чё чего бояться грибы двух успешных треков и распада они боятся бардаша короче я подхожу кричу так будет с каждым он и вот так двумя кинжалами гоблинскими отрезаю шляпку нахуй д 20 два раза критический успех критическая удача она просто злая добью могу и еще один бросок могу второй раз также кинуть ну про я же говорю так будет с каждым кидай 3 до четвертых до один из этих кинжалов получает плюс 4 8 8 ну я подошел я вот так шляпку срезал и она когда падать начала я еще так пульнул я на лес ты жестоко убиваешь грибнита а теперь ходит даяна она еще жива нет нет она я ее ударил живая ранена бог даяна бежит к тебе эрик и хватается за мешок тащит его на себя со всей силы ты чё делаешь стерва блин у меня дети там у меня да конечно сопротивляйтесь до всей мочи ты чё делаешь бросок силы я думал ты моя а я твой отдай ей мешок лучше убей вы еще мешок порвете нету бросай силу удали ее гений семеркой 7 плюс сила минус 1 1 6 может перебросим а нет монет нечем твой мешок у нее переброс и она бежит к лесу я стреляю в нее из своего 1 зарядного пистолета пах пах я стреляю пах ты двадцатый кубик на попадание их пах а большой пожелай мне удачи 16 это попадание теперь тебе необходимо кинуть 2 до четвертых и добавить 2 это 5 плюс сколько 2 это 7 твоя пуля настигает ее в затылок она роняет мешок из него вылетает облако соли она падает прямо в него и умирает счастливой перекатывается с улыбкой на лице и убирает я беру два гриба и вот так кулаками в землю уйдите в грибницу хорошо проведи две атаки как вы вылезли так и залезьте 2 до 20 кубика 15 попадание а вот вторая атака нет ну честно что играем плюс сила я хотя бы одного в землю твой кулак попадает по шляпке одного из грибов и ты утаптываешь его в землю есть иди туда куда были похороны этого гриба а теперь ходят грибниды и они решили добить тебя юлиан а фак ю им показывали двое осталось да нет трое вроде бы три оставшихся в живых грибни то снова атакуют тебя юлиан двоим удается вонзить в тебя ножи короче грибы убивают его кидают зелье лечение говорят это вот вам типа будет будет знать будет вам уроком до 13 урона нет такого ты чувствуешь как силы покидают тебя тебя затыкали рукой на месте ног меня минус сколько у тебя сейчас ноль здоровья скотины я делаю так я беру значит я беру в один кулачок соли в другой кулачок соли и немного вот так на язычок соли вот так бегу вот так вот бегу бегу раззадорили а теперь ты кидаешь сначала до 10 прежде чем ты будешь делать что-либо дальше на этот раз ты будешь кидать до 10 я понимаю но дай сказать что дальше нет нет сначала нужно кинуть потому что эффекты это мгновенные какие эффекты три нормально нормально эрик теперь при любом броске кубика до 20 если твой результат ниже десяти ты громко пускаешь ветры вокруг тебя появляется туманное облако диаметром 3 метра хорошо я бегу вот так хорошо с кулачками и так на язычке у меня горстка и я прыгаю вот так им в их маленькие пестики и вот так и двумя кулаками в другой вот так вот так начинаешь улыбить под шляпки засунь под шляпки просто ловкость с помехой хожу выбираем наименьший результат из двух один один критическая неудача является наименьшим результатом дайте 2 копики гном это у меня в день на нагрузку к сожалению это критическая неудача смешно это просто в воздух делаешь когда ты побежал ты издаешь громкий пук вокруг тебя поднимается туман зеленоватого цвета и ты не видишь что ты сейчас обрабатываешь вся та соль которая была у тебя в руках попадает на тебя кинь пожалуйста еще раз до 10 да ёк где он да вот он тоже не понимая 8 вообще теперь тебя презирают все животные если ты подойдешь близко к любому животному она будет атаковать я в грусти даже даже белочки это как в жизни но грибы господин ведущий у меня есть такая штука у меня навык называется шаман если ты приносишь жертву духом мелкое животное ты восстанавливаешь 1 до 10 плюс 1 здоровья я беру курицу слишком много вот так отрезаю ей голову приношу ее в жертву и пытаюсь восстановить вот так вот кровью вот так на тебя брызгаю пытаясь восстановить тебе здоровье юлиан у тебя три здоровья это кровь курица смешивается с той крови которую ты потерял и словно затягивает ее обратно в раны это была кровь курицы мы отыграли действие ты открываешь глаза и видишь своих друзей а также капающую кровь тебе прямо на лицо она наплевалась это пропаганда всего в выпуске у меня есть разговор животным и так как иди поищи иди поищи ягоды в лесу разговор животными я нахожу животное в лесу говорю иди поешь грибов ежа ты находишь ежа он недовольный твоих руках вертится и крутится щекотя пальчики дорогой еж накали грибы на спинку себе и укатись нахер и неси домой живи 7 месяцев не не зная бед преград и все остальное ты отпускаешь ежа беги кидай в гриб в гриб кидай его как только ты отпускаешь ежа еж в ярости нападает на эрика что животные тебя презирают ненавидят я забыл я забыл просто прикинь вот это я забыл он стоит он стоит в тумане просто так делает и просто появляется еж типа как в халф-лайфе просто я забыл два урона по тебе эрик разъяренный еж раскручивается словно шар влетает в туман от пука и впивается тебе в лицо а теперь ход дальше грибнинов ночи крымела молтила щас я тут насуем они достают свои раскладные ножи на руках и наносит тебе три атаки с помехой только один из них попадает по тебя 6 урона опять да что ж такое на нам опять убили я в загробную жизнь и провожу больше времени чем здесь и ты снова ежа обмяк один из грибок плюет на тебя можем повторить я давно хотел попробовать сделать этот ход там сколько грибов осталось трое них есть лицо да я подхожу к самому здоровому и откусываю ему лицо это же гриб это гриб правильно это гриб под солями еще слава богу 61 это критически это самое д4 плюс твоя сила 500 минус 1 как ешь 4 мне интересно как он и меня подействует твои зубы входят в плоти этого гриба ты ощущаешь как странная жидкость течет по твоей десне и чувствуешь ярость господин ведущая словно захватывает тебя как жар ты становишься берсерком ты становишься персерком ой это как в гвинте помнишь этот теперь твои атаки с преимуществом урон будет идти с бонусом плюс два поздравляем поздравляем нашего коллегу контрабандиста я начинаю говорить голосом этого гриба которым откусили лицо и он больше не может говорить я говорю другим грибам ребята уходим ребята уходим или нам всем конец убеждение с преимуществом но харизма плюс 3 плюс 5 новые контрабандисты отвечают нас сделаются я кидаю мудрость грибов из нас сделают стейк грибай зэ зэ может быть дружно вам повезло они пугаются и ладно ладно хватит хватит давайте расходимся ребята двое из них исчезают в земле сразу же как только это произошло остается один а третий не может исчезнуть потому что его зубами удерживает биктор да я подбегаю после боя к этой который у нас просила соли и вот так еще стучу по ней ногами я же берсерк она дергается я ее обыскиваю итак ты находишь зелье лечения также вы нашли еще и золотую монету у нее уважаемая сестеса дайте пожалуйста золотую монету ну она же нам хотела за что-то соль купить я бегу к грибу уже наконец чтобы воткнуть ему в одну подмышку в другую подмышку и в пестик ты с разбега вместе с ежом на лице входишь в плоть гриба он что-то неразборчиво мычит так как за лицо его кусает гоблин виктор может достаешь его изо рта он в целом дельно мы достаем изо рта я достаю его изо рта огромный след от твоего укуса остался на его лице кто засуну меня ежа зачем это делать отпустите а так как я насадился на него с ежом я его так поднимаю и убегаю с ним вот так мы спрашиваем кто на кого ты работаешь на кого-то на кого-то работать в закат он кричит на грибу а я а я побежала я побежал куда-то просто хорошо ты убегаешь в леса а перед вами остается один мертвый гриб мы разделываем мертвый гриб и рассовываем друг другу по инвентарям хорошо все пожалуйста запишите себе кусочки грибов а у меня целый я так ты с ним убежал когда вы резали гриб вы обнаружили паспорт гнома паспорт гнома как зовут гнома чей паспорт шлембр мы воскрешаем опять юлиана а может каким образом бабу вас делим которые нашли у даяны воскресите даяну реально нет а мы можем мы можем чуть-чуть зелья оставить на даяну нет к сожалению вы не можете оставить на даяну это зелье тогда мы до вливаем в юлиана тот кто вливает в юлиана зелье лечение должен кинуть 2 до 4 и добавить 2 3 5 7 в сумме отлично юлиан опять ты испытываешь дежавю ребята видимо твои глаза открываются ну я уже все плюс 7 ты можешь записать себе 7 здоровья и так что вы делаете мы отправляемся дальше видимо мы идем с никита в больницу прошла общая ветрянка нет ну вы продолжаете путь оставляя эрика за собой а у нас же эрик убежал в лес я думаю да я убегаю убивая мы кричим эрик возвращайся назад там те кто тебя ненавидят в этом лесу животные тебя изнасилуют думай правда мне просто мне показалось тебя убьют ежи саранча сквозь 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 толстую кишку этого гриба я услыхал что кто-то меня зовет но мне показалось что это какие-то разбойники я побежал оператор кинь пожалуйста внимание по мудрости не он не хочет слышать это он сквозь толстую кишку слушает 17 ты услышал все прекрасно где-то в кустах шелестит медведь он заметил тебя и поднял свою голову и он явно злится он ненавидит тебя всей душой я могу говорить так я ему и прыгаю я могу уговорить у меня разговоры осторожно мы уже два года играем в эту игру эрик чему-то мы должны были научиться и бегу я в этого медведя прямо ему в рот с этим с этим блин грибом шляпку и что ты делаешь да в рот ему вставляю эту шляпку ровно я же у него в кишке сижу как бы или где или в пестике вот подсюда ловкость а вот ровно посюда я ему гриб вставляю чтобы он его съел китай ловкость 13 13 плюс 16 все супер складывается гриб уходит в рот медведю по основании торчат только ноги что ты делаешь дальше я так и руки я отталкиваюсь от его глаз и ноги да да не забывай нет я двумя пальцами отталки вот так в глаза ему оба там нет угла художница в медведю и художница ты в аху и уже сейчас сидишь типа заткнись хорошо она прикинь сегодня будет засыпать у него перед глазами вот именно я со всей силы тогда в таком случае на ударом ноги от его носа отталкиваюсь одной ногой пяткой бью ему со всей силы отталкиваюсь и убегаю в другую сторону бигу к ребятам до виктор мы уже два года играем в эту игру и вы должны были чему-то научиться позвольте позвольте ему сделать все 8 действий которые он сразу хочет сделать потом медведь мирно откусит ему голову и мы пойдем дальше уже пожалуйста уважаемая систеса дайте золотую монету спасибо я со всей силы ногами пяточками атака по ловкости акробатика ты понял что я медведю акробатика ты убегаешь одиннадцать плюс три четырнадцать ты наносишь медведю один урон в нос и отталкиваюсь и убегаю отталкиваешься и убегаешь очень резко и ловко убегаю клинком ассасины у меня просто не до конца гениальность еще раскрылась поэтому я убегаю самый момент от страха гриб выбрасывает свои собственные споры подожди ты жму ты можешь улететь на ушах она на ушах улетаю кинь пожалуйста спас бросок выносливости что еще спас бросок критическая удача когда я иду за своим сердцем за своей гениальностью у меня получается тебе несказанно повезло ты даже не представляешь насколько точно ты попал в сумму 20 здоровья медведя плюс урон от спор который нанес принесенный тобою грипп 19 урона от облака спор и один урон от удара твоей пяткой в нос ты отскакиваешь назад не получив урон от спор а медведь падает замертво где-то у тебя за спиной я на медведя также насаживаются и у и к ребятам бегу же с медведем медведь весит полцентнера он тебя раздает вы потроши его желчный пузырь я ему вырезаю вот где есть попка я вот именно попку вырезаем вот так и делаю стейк вырезаю попку вкусно трапезничаю попку с пипкой и надеваю себе вот так сюда и с ней вот так вот и бегу а вот сейчас его что это рисовать что что делать я не фире на ее лицо зачем это вообще нужно в этом странном виде вернулся интересно мы подозрительные контрабандисты мы очень мы же контрабандисты но мы же везем соль мы его не узнали вы продолжили свой путь больше на дороге ранним утром вы никого не встретили вплоть до пещеры кобальтов на выходе из густого леса на благоухающей поляне рядом с пещерой вы замечаете лагерь вы слышите разговоры и громкий смех осматриваемся издалека издалека вы замечаете лагерь здесь три вооруженных татуированных орка травят байки у костра рядом с лагерем мирно пасутся пули а в густах примечаете маленькие окровавленные ножки гномов о это знаете что случилось нас ждали гномы купить соль а это и они и там ловушка мы можем осмотреть гномов труп гнома к ним нужно подойти ближе кто из нас самый ловкий я у тебя у тебя пенис медведя на голове а может быть ты пойдешь проверишь лошадей мы можем все раздеть мы мы все мы лошади ненавидят я могу пойти к лошадям у меня есть навык разговоры с животными я иду корком с картами таро добром раз идет корком я наверное у меня ловкость плюс 3 я воришка я бы прошел проверил ножки гномиков меня ловкость плюс 4 я иду с ним а я снова побежал в лес хорошо мы начнем мы с добром раза ты подходишь к лагерю все так же здесь трое вооруженных татуированных орка поскольку ты не прятался они сразу же замечают тебя издалека как только ты поворачиваешь но ждут разумеется право их руки ложатся на оружие один из них со шрамом на лице командует другому трум мясо закончилось принеси ка еще орк трум идет кустам я разворачиваю колоду карт таро игру здравствуйте ребята я потомственный предсказатель не хотите ли чтобы я сделал для вас предсказание давай сделай мне предсказание когда ты сдохнешь я говорю я говорю я не могу делать предсказание когда я сдох я могу делать их только живым ладно извини я немного пассивно агрессивен присаживайся костру я присаживаюсь костру отлично садись засел мясо будешь буду угощу тебя угощай угощайся угощаюсь ты ешь мясо ем а это гномское мясо гномское мясо гномское мясо ну а с другой стороны у меня и соли мне нечего терять я подсаливаю гномское мясо и предлагаю им тоже попробовать немножко гнома он хлопать тебя по плечу жаль я наелся я хочу использовать способность которая называется предсказание за одну монету я могу рассказать что произойдет жертвой заплатить монетой и жертва не может нанести себе вред вот так вот что то все просто какую историю ты рассказываешь я это сбудется я вижу пять лошадей 5 всадников апокалипсиса признавание без всадников и если такое увидеть то вы станете гномами хорошо кажется это вполне правдоподобно уважаемости стеса заберите пожалуйста монету а она даже использует сказать ее нет это было предсказание в кредит они долго сидят слушать это а дальше один из них хорошая шутка но где-то издалека слышится ржание лошадей но сначала топот и тут орки по какой-то причине испугались они оглядываются куда-то на дорогу сначала появляется одна лошадь и встает на краю лагеря потом вторая и так до тех пор пока не приходят пять лошадей а что дальше там было своем предсказании я же говорил вы мне не верили вот лошади дальше вы превратитесь в гномов если сейчас же не убежите запугивание харизма с преимуществом 17 отлично 19 отлично два орка встают и резко бегут в лес тем временем игристая биктор вы подходите к кусту где находятся гномы да мы осматриваем трупы гномов подходит туда же орк да он оглядывается и смотрит на куски мяса достает секиру приглядывается к самым видимо вкусным местам гнома чтобы судя по всему отрезать еще больше мяса у меня есть особый навык скрытность ловкость еще при этом плюс 6 становится я в целом подхожу к нему осторожно достают два гоблинских костяных кинжала и в шею ему всаживаю 16 и 2 1 попадание вторая атака тоже два кубика пожалуйста 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 11 11 вторая атака тоже попадание гидай пожалуйста сначала на первую атаку 2 до 4 и 1 до 6 вместе поскольку это была скрытная атака очень неплохо кстати прекрасно 4 4 3 это 8 и 11 и второй кинжал 1 до 4 плюс до 6 ты напрыгиваешь на огромного орка сначала ты втыкаешь один кинжал чтобы подняться выше по его огромному мускулистому телу а вторым ты вписываешь ему куда-то промеж ребер он вскрикивает и находится смертельной опасности поскольку твои ранения были сделаны по жизненно важным органам мы обыскиваем труп все орка и трупы разделанных гномов и в лагере все весь лагерь мы свои карманы на всякий случай тоже проверяем вообще все обыскиваем вы находите четыре паспорта гномов гномов чем столько какие имена ломус фильм тюнь-тюнь тюнь 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 просто из головы это выдумывает а вы пишете и динь-дон чтобы и денис динь-дон и денис да денис греша и и тинь-тюнь вы также находите у орка одну золотую монету и зелье лечения вот уважаемый сестер дайте одну золотую монету я все им пугаюсь это всегда происходит а в это время юлиан ты подходишь к пяти пони стоящим около лагеря и используешь свою способность разговора с животными я ему так говорю мои маленькие пони хотите стать большими лошадьми решить мне суперспособность все пятеро лошадей смотрят тебя суперспособностями какими вы можете зайти в пещеру и подвинуть пещеру плечами правда у нас нет плещ юлиан вас посолит запугивание харизма пятерка плюс 6 11 11 смотрите смотрите обдумывает какую-то очередную нет я просто кидал в кубики нет нет лошадь запугана лошадь запугана но вы тоже там не мудрите господин летущий ну что мои маленькие пони идите первые в пещеру вы заходите к пещеру а я тем временем под кровными деревьев одиноко бредет эрик в пенису я решил просто поспать я ложусь спать а как же ты заработаешь деньги для семьи соберись соберись не выбирай простых решений заснешь получишь пи*** ты эрик должен делать свои эриковские дела понимаешь ты должен обманешься говном типа попробуй поцелуй дерево сделай что-нибудь это к я поспать захотел поспи эрик когда твои уши привыкли к тишине ты замечаешь силуэт знакомого человека он слегка светится и выходит из-за дерева эрик да это я а это я я так рад тебя видеть светлана мне там мне там было очень плохо я утонул кто-то кто это са это я савл эрик твои родни очень плохо возвращайся я хочу спать я хочу спать не спи пожалуйста не спи эрик он подходит ближе ты видишь очертание савла я спать хочу эрик эрик соберись если ты уснешь что стая белок уничтожит тебя они уже идут по твоему следу ты спишь в лесу а тебя ненавидят звери я не понимаю это мне все только снится нет это не снится тебе пожалуйста соберись посмотри на меня скажи что я не могу для меня это все сон бредни пустомеля это савл подходит ближе и берет тебя пальцами за щуку он словно щипает тебя эрик проснись и ты просыпаешься белка кусает тебя за щуку в этот момент так и что что делать еще около 25 белок бежит в твою сторону огибая кусты прыгает через деревья эрик себе жопа жопа пиржу со всей силы пиржу вернул и ушами замахал улетая кидай ловкость взлетай вверх и пукой пукой взлетай как ты все надоело все кто будет это смотреть все захотят облако появилось ты начал медленно взлетать за 6 секунд ты поднимаешься на полтора метра и улетал вперед от белок но белки гораздо быстрее они понимают что поднимаешься наверх белки летяги входят в бой они еще и летяги у нас есть деревья но на него мы его больше используем у меня есть возможность поговорить с белками позови меня кричи мне юлиан кричу юлиан юлиан помоги пожалуйста белки напали во сне юлиан ты слышишь его конечно лучше соль еще бежишь ли ты к нему нет как ничего не делать убегаю я хочу бежать хорошо отхать китай ловкость акробатику да идиот это он меня по руке ударил все что перекид перекид обман ты блин гусатый ударил меня нет мы берем этот результат он меня по руке ударил белки летяги примерились для того чтобы прыгнуть на тебя в момент твоего подъема и в этот самый момент мы переходим к убитым гномом кайф так у нас что у нас лошади пошли в пещеру у нас есть лошади у нас есть мертвые гномы на руках паспорта а у нас есть вообще инфа где этот пабло нам прям к пещере нужно было да конечно к пещере вы знаете что пабло техник скрывается там я могу взять с собой на всякий случай кусок гном его мясо ну так но надо ли я забираю одежду гномов он забирает кусок мяса отлично хорошо то есть мы контрабандисты с солью с детской одеждой блять у вас есть четыре колпака и четыре жилетки гномов тем временем в пещере юлиан огромная каменная плита разбитые на две части образуют вход в пещеру кобальдов вы заходите внутрь вместе с пони и попадаете в полутемное пространство колоссальных размеров пещеру тускло освещают грибы растущие на свой опять здесь очень жарко идешь ли ты дальше пони заходят первыми да они идут они же дамы разумеется ты идешь за ними и перед вами оказывается глубокая расщелина на дне которой течет кипящее масло через расщелину перекинут мост висящий на тросах концы тросов крепятся к массивным катушкам одна катушка находится на вашей стороне расщелины а другая на противоположной я тупой кидаю пони в копящее масло хорошо кидая атаку 15 прям туда я кину сейчас сопротивление пони против тебя сопротивление пони 16 ом она летит вниз в кипящее масло и сгорает там здорово остальные смотрят на тебя испуганное и бояться это будет так же если вы не пройдете по мосту испуганные пони идут одна за другой металлические пластины стучат под их копытами но с мостом ничего не происходит а друзья у меня остались ушки я потихонечку взлетаю да перелетая на ту сторону отлично уважаемые системы отдайте золотую монету уже то мои не исчезли я и пони перевел и себя спас одна жалко погибла не съели он поддержит он поддержит канат чтобы не разматывалась я вижу что происходит как все выглядит и говорю давайте так я держу катушку и я держу с другой стороны а вы все переходите мы по очереди переходим у меня режим скрытности я так быстро быстро знаете со звуком как в том и джерри ты оказываешься на противоположной стороне а я в два прыжка и оказываешься на противоположной стороне лично мы все на противоположной стороне я держу катушку смотри я отпускаю катушку и аккуратно пытаюсь пройти по мосту опускать держу катушку вот пуча паузу вот это хорошо скажет ты на другой стране юлиан ты не хочешь попробовать отпустить катушку нет нет это еще что за меня господин ведущий это еще что за я тупой но не предатель не так нечестно его я ненавижу а этих вижу впервые своих не бросаешь ну что ж игристо ты переходишь на противоположную сторону без проблем справедливости ради у меня был план что делать если это начнет наклоняться из-за камня перекатывается к вам пабло вы его не сразу замечаете в тени камня он лежит на подстилке и завидев вас натягивают лук но я говорю пабло в какую сторону ты стрелять собрался а чё это как увы в какую сторону в эту и он показывает куда-то налево а мы показываем а чё так вздромно по мостуше а потому что мы не шли тебе соль что соль не шли соль не слетит пабло ты заказчик соли окна вы я но не но не совсем а кто на что вы хотите кто вы такие ты тебе нужна соль или нет мы курьеры только конечно нужно тогда давай деньги шесть монет слушайте а вам образа не заплатили ну вроде должно быть заплачено уже все нет у нас был уговор 5 монет аванса мы заплатили их за товар мы привезли тебе товар мы хотим деньги обратно но мы тогда пойдем слушай а давайте потом вам по банку как-то переведу там все будет нормально звучит честно подожди подожди про деньги ты должен был забрать товар а кто тебя попросил забрать товар у нас кто милонис он не с это который сирота или который рыжий это который с жигурдой ну чё ребят ну дайте товар да нет денег у тебя нет денег аура запугивание у меня есть да давай запугивание аура запугивание кидаю мета харизма я использую силу для запугивания кидаю жертвы захвате кидаю да запугивание ну чё тут делаем случайно доники случайно говню это просто чтобы не уснуть справедливость восторжествовала не ты это сделал тебя была семна летяга семна ладно 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 не трогай не убивай я все тебе скажу чё надо я не просто не трогай говорить техник просто сам хочешь отнеси сам он сам тебе деньги даст милонис всегда дает бабло где он ну так в городе змеи хрустальным но милонис его все знают он главный в голубятни уже нас явно на бабки пытается кинуть тот милонис а тот милонис мы его знаем короче даже просто придете в город спокойно спросите любого где милонис они вам голубятни то покажет сразу он нам гонит да без но и без бабок возвращаться я угрожаю ты все я здесь и правда говорю хватит не надо не смотри с ним окунем его рука у масла давайте хорошо вы берете и спускайте вниз к маслу чтобы его рука коснулась глади кипящего раскаленного масс за ног да 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 с моста но нет 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 ты нас на эту не заманишь с краешку земли вот так только рука касается масла он начинает истерично и стошно кричать скажи еще раз ты пытался нас на ебать мы идем к милонису веди нас к милонису иди первый по мосту ладно ладно иду я придерживаю катушку со своей стороны а как ты это делаешь руками держусь за катушку вот так за сбоку давай я хочу вот так держусь за нее пока да не трогает этот мост он нормально работает знаешь ты бабки обещал привести я подержусь чудиш рыжий этот мост давно не ловушка его пару лет назад сломали а кобальта его так и не починили это просто обычный мост и по спокойно проходит по мосту за ним я он прям идет и бежит я бегу за ним у меня ловкость плюс четыре и вдвоем бежите за ним по мосту нет 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 все по одному переходят биктор бежит пускай я бегу за ним следом после него на самом деле мне кажется этот мост нормальный биктор а почему ты так думаешь потому что вы честный господин ведущий я после биктора ты в два прыжка как в ту сторону через мост я бед я лечу на ушках я долетаю до туда схватаюсь за другую старычаг я вижу что он взялся за катушку отпуская свою катушку и очень аккуратно как вот по льду когда идешь так перехожу через этот мост смешно что мы виктор ты настигаешь пабло и хватаешь его за плечи разобрались с этой хуйней слава богу а вы все собираетесь на противоположной стороне у выхода пещеры поздравляю вас я не устал мужчины не устали возвращаемся к тебе на лесную опушку где толпа кровожадных белок окружила тебя они буквально везде слева справа сверху снизу и как только зубы белки вонзаются в тебя ты вновь просыпаешься ты один в лесу а белочек нет я вспомнил я вспомнил брата вспомнил семью вспомнил 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 и то что нужны деньги тоже вспомнил ты проспал очень много времени здесь и тебе так хорошо да не хорошо уши снова воспряга да вообще все это был какой-то бред но я имею ввиду эти действия пора бы забрать деньги потому что они нужны моей семье я снова мудрый ты возвращаешься обратно к своей команде коллегам которые несут мешки скукотища и оказываешься в тот самый момент когда они выходят из пещеры но тащится вместе с биктором потому что тот его держит за плечи пока они с ним общаются они отвлекают внимание я его обыскиваю эрик ты находишь паспорт гнома шестой что с тебе делать-то как зовут как его зовут пабло это его паспорт то есть пабло гном ладно веди нас к мелонису и пошли 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 до заставы хорошо поехали путь в змеи хрустальный лежит через узкое ущелье в конце ущелье высокая стена с двумя воротами как еще двое мы только начинаем это как будто правда было только интро еще вот эти не появлялись над правами написано вход вон уже граждан города над левыми вход для неграждан к левым воротам стоит огромная очередь из караванщиков работники заставы заставляют разгружать товар раздеваться до гола каждого у ворот для граждан пусто я конечно гражданин у нас партах вокруг довольно много гномов стражников а в паспортах гномов есть фото или карикатура ведь нет фотографии в этом мире открываешь паспорт для того чтобы посмотреть что там за фотографии да и я это делаю там фотографии колпаков гномов и все а мы колпаки взяли подожди у нас у вас четыре колпака и один колпак на пабло подожди стой четыре колпака раз два три четыре раз четыре колпака один на папа один на пабло то есть их 5 а у тебя на голове попка и пипка медведя у тебя попка и пипка медведя тебя не пустят в любом случае и ладно короче ходите ведите без меня я сам почему придумаю себе здесь короче но это кстати это кстати звучит звучит хорошо самое логичное действие у нас шесть паспортов и идешь последним и ты должен убедить охрану что у тебя новая шапка просто типа пойдем давай так и сделаем я буду последний город дрянь все мы не надеваем колпаки берем паспорта и пытаемся пройти в дверь для граждан вы заходите внутрь а у кого приятный запах свежей бумаги раздается по всему помещению и вот вы внутри ну разумеется смотрит на вас видимо гном девушка спрашивает вас за письмо от гвардии давай нет это не знаешь паспорта я говорю чего чего паспорта дождите а мы заходим внутрь или еще снаружи не вы все вместе заходите в колбаках да не не подождите давайте разберем я замечаю контрабандиста подожди письмо от командира гвардии и говорю а че это хуйня я вот ну случайно замечаю ты предатель какой-то или что что ты заметил письмо от капитана гвардии задачей что за задача на у тебя такая расскажи нам значит самом начале игры если кто-то невнимательно слушал я рассказывал о том что я воришка ебаный который пилит все на свете у тебя нет вопросов к серебру к ложкам к вилкам это на прикол у меня есть четки почему ты не спрашиваешь почему у меня четки но потому что но четки бить а вот письмо от начальника гвардии задачи это подозрительно я и что это это просто награбленная ты мне не доверяешь расскажи не но просто я заметил случайно расскажи мне что за письмо и что там за задачу можешь его зачитать честно я не потому что это просто лежит в инвентаре мне дали карточку я я сегодня приехал на съемку здесь сегодня за передачу прозвучала одна очень мудрая мысль я уже здесь два года я ожидаю всю хуйню вообще поэтому мне очень интересно что же это такое я не в курсах и ты данный момент так как ты мне вне игры вообще как брат но ты сейчас не можешь нормально объяснить просто зачитай что там просто зачитай письмо и все ты на улице у меня это увидел да или мы это в комнате стоим на улице я тебе дать я даю тебе письмо я читаю один гейммастер что там написано смотри я даю ему письмо и захожу в комнату я убегаю ты убегаешь да куда на сюда просто туда какую сторону ну как бы тут две стороны в таможню или обратно я убегаю обратно я за я спокойно захожу в шапке гнома и с паспортом я захожу за ним шапку надеваю паспорт беру я отбегаю в безопасное место от этой таможни и читаю что там написано господин гейммастер ты разворачиваешь дорогую бумагу на ней каллиграфическим подчерком было записано срочный приказ номер 1227 в срочном порядке найти внедриться в группу контрмандистов ах ты мразь и расследовать крупные закупки соли узнать куда идет трафик соли и зачем а главное найти всех причастных лиц так я ему не до подпись глаз выстрелы и мухомор господин ведущий такое уточнение а какого то что он сидит сбоку и просто запалил мою карточку отражается на игре в на по-настоящему до кого это уже он объяснил на он увидел письмо ладно но парни его не лазал ваших на интернете мы втроем вы делаете что мы письма не видели правильно согласись так вы не видели этого письма но вы там тусуйтесь а я такой и пошел в лес я короче опять же твоя ответственность перед янусом я знаете куда я к янусу пошел с этим письмом и и с мешком соли ну окей ну все тусуйтесь там сами спасибо подожди ты же единственный стоишь в очереди я не зашел внутрь я увидел как этот ходит такой типа что-то почитал и вообще уходит у меня-то сейчас понимание из того что типа ребенок дочь ну я сейчас скажу ребенок и дочь кулон с изображением брата савла жены софии с ребенком а им нужны деньги это вообще без вариантов потому что скоро в школу пойдет первый класс я очень аккуратно сзади подкрадываюсь вижу что куда-то побрел и выкрадываю него мешок соль чё ловкость скрытность против мудрости внимания мы пришли за тобой решил 2 2 там выпало 2 ничего плюс 5 7 теперь необходимо чтобы биктор бросил до 20 кубик на внимание то есть вы считаете что мое внимание в данном случае надо проверять заметишь ли ты кражу но к тебе у тебя все внимание ушло на мои учи письмо в инвентаре я понял это из 20 надо выкинуть давай давай больше чем 2 сложно как 9 9 ты замечаешь крадущегося эрика пенисова я просто я танцую я начинаю танцевать с тобой чувак как дела куда пошел я пошел искать януса нас предали что кто игристы я рассекретил его игре подожди но окей мы можем пойти конечно к янусу но дело в том что нам нужны деньги реально это так янус нам даст много денег когда мы спасем его от каторги я уверен ну ладно пойдем хорошо вы уходите и вашу судьбу мы решим в следующих приключениях нет нет я не ушел я когда ты услышал он то решил а я так постоял так подумал подумал и пошел вот опять в очередь а ты уходи а я ушел волосатый я короче идут туда логика то простая говорю ребята он обманщик он обманщик он да он короче работает на охранку да он не настоящий контрабандист кому ты говоришь там на таможне говоришь наркоту которую несет он у нас хочет забрать господин ведущий один вопрос он это все говорит с пенисом медведя на голове да все так а его не понимаю я просто спокойно ушами да все верно я просто спокойно на него смотрю господин а вы будете беспокоить без колпака вот в этой вот вот в этом чем-то у вас есть паспорт у меня есть колпак 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 у вас в паспорте есть фотография колпака да этот колпак у меня есть обман и я задействую его делаю дело в том что я шел это медвежий детородный орган так я вам и объясняю что я шел встретил эльфов потом после встретил грибы у меня это все попало в рот чего только не было выросли уши а мой колпак превратился в этот пенис медвежий оправдание головных уборов просто вот в чем дело а как вас зовут меня зовут как подожди господин ведущий а пабло хорошо тогда главный гномский вопрос да господин пабло если вы гном вы знаете ответ давайте блин чтобы убедиться что вы являетесь настоящим гномом ответьте на этот вопрос сколько пальцев у гнома и она прячет руку четыре 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 всего это получается что вы не гном смысле стражники сразу хватает тебя и выкидывают из заставы кто сказал 4 где вода и делись дней это иммерсивный экспириенс юлиан обращается теперь другая паспортистка к тебе крупный господин а вот вы должны ответить да на гномский вопрос да да сколько пальцев у настоящего гнома и она прячет руки три вы не гном а я им говорю я не гном я говорю постойте постойте он тупой вы не ответили на гноме вопросы мы вас не будет не важно это важно я вас съем я каннибал запугивание семнадцать она сжимает губы ладно хорошо вы гном им жарко кстати правильный ответ тварь сколько пальцев у гнома быстро говори на бумажке передает и тебе я читаю бумажку там цифра 5 логично я вот так я так понимаю не может знаете что самое тупое знаете что самое тупое вы могли посмотреть на руку пабло вы оказываетесь на территории змеи хрустального если что говорит я я этим временем эрик стоишь в очереди не для граждан без колпака как бы стоит рядом с тобой ну чё где соль не срослось да чувак подожди чувак скажи мне а у тебя чего нет колпака или паспорта ну вот на мне смотри он показывает тебе колпак понятно хватай его колпак и бегу туда и смотришь как у него пальцы сначала на руках пальцев посмотрел сколько у него на руках потому что забрал конечно как надеваешь колпак на что вернее на пенис медведя надеваю там головка вот так чуть-чуть вот так делать свой пенис надет и в том же самом виде правильно я но у меня есть у меня есть у меня у меня у меня мне это ничего да я в том же самом виде но у меня есть колпак я не верю что советую тебе это но ты можешь использовать свою соль для того чтобы изменить свою внешность беру буквально щепотку много не буду я тебе должен предупредить ты берешь до десятый сейчас при повторном применение соли и на два варианта на девять и десять будут негативные что кинуть надо пятьдесят шесть 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 голова твоя его увеличивается в два раза в размерах медленно но верно лопается и то что было на твоей голове как природа колпак падает на темечко голова настолько большая что тебе приходится порой помогать себе руками чтобы поддерживать ее как жизнь быстро устает как у ведущего так взял и пошел аккуратненько с колпачком ты оказываешься внутри паспорт здравствуйте здравствуйте вы наверное какой-то больной гном ну да были проблемы приехали лечиться да и если можно побыстрее протрузия продуло голову вот я подрочил а как вас зовут пабло все верно хорошо а фамилия но ты что не помнишь техник прекрасно отлично а вы точно гном да конечно у меня пять пальцев ой вы знаете гноме вопрос да конечно знаю потому что не раз сюда ходил хорошо хорошо тогда добро пожаловать домой господа охранники помогите пожалуйста больному выйти биктор с тобой мы попрощаемся и увидимся в следующих приключениях верно счастливого оставаться спасибо за игру подождите рыжий предатель в змеи хрустальным опросив несколько человек вы находите нужное вам место голубятню мелониса вы приходите в безлюдный заваленный мусором парк окруженный стальной изгородью со всех сторон в глубине парка стоит одноэтажное здание с вывеской голубятня мелониса прямо перед вами главный вход двустворчатая дверь она слегка приоткрыта мы заходим в глубять отсюда кстати ты лучше чем напротив за столом вы зашли в глубь от нее увидели небольшое помещение со скудной обстановкой пара стендов с выцветшими открытками и деревянная стойка за стойкой находится рыжеволосый гном на вороте его пиджака прикреплена табличка с именем мелонис заметив вас он говорит господа голубятня закрыта мои голубки спят посылки не принимаем приходите завтра мы от мы говорим мы от пабло о вы от пабло а где он у него случился некоторый об документ на границе с документами сами понимаете груз такой специфический вот его вот его мы принесли его при себе а пабло нет принести соль должен был пабло если вы понимаете о чем если вам не нужна соль тогда мы пойдем потому что пабло не смог но соль она у вас с собой да да так что вы же сразу то не сказали мы сказали сразу честно говоря а ну-ка прикрепите веньку я прикрыл йоги на склад пойдемте пойдем можно поедем прикрывать від tasks прикрытом правильно да я прикрывают дверь хорошо нет нет я не прикрываю дверь прикрывая дверь а я c Nazibar тёпа открываю потом открывать все-таки открываю потому что подозрительно и звучало ну да есть немного На складе вас встречают сотни голубей. Они в клетках, хлопают крыльями и воркуют. А они до сих пор ненавидят его? Уважаемая сестесса, дайте, пожалуйста, золотую монету. Юлиану. Да-да, она всегда такая. Я знаю голуби. Голуби сразу же начинают злиться, увидев Эрика. Здесь также находится около десятка голых гномих, которые выстроились в живой конвейер. Одни расфасовывают соль из мешочков в рюкзачки для голубей, другие крепят рюкзачки на птиц, удерживая у себя в руках. Я говорю, Мелонис, Мелонис, я с вами заодно, я работаю на Яниса. Вот этот чувак светловолосый работает на охранку. Вот этот неприятный выжий, одноклассный. Да, я же говорю. У Мелониса округляются глаза. Он кричит куда-то в сторону. Виталис, они за ханки, нас раскрыли. И тут же из темноты появляется второй гном, как две капли, похожие на Мелониса. Мелонис, ты идиот! Ты зачем привел сюда незнакомцев? Теперь нам придется их убить. Мы не работаем, он работает. Он берет голубя в руку. Он работает. Погоди. И сразу же кидает его в игристое. Голубь со всей скоростью летит в тебя. Я ловлю его с помощью способности отражения снарядов. Вот так хватаю его и говорю, одну секундочку. Ты используешь энергию ци. Это так. Я поворачиваюсь к вам двоим и говорю вам. Значит, ситуация следующая. Меня зовут Цисгендий. Я работаю на... Я работаю на гвардию. Вот мой значок. Моя задача в том, чтобы отследить главных чуваков, кто банчит солью. Сейчас пахнет пи***ц жареным. Но если вы мне поможете, я скажу, что виноват только Эрик Пеннисов и Мелонис. А я говорю, я согласен. Ведь я привел тебя в эту компанию. Ведь я крыса. У нас нет других вариантов. На самом деле я Дварф по имени Цисгендий. Я служу в Королевской гвардии. И к нам поступило дело. Мы узнали о том, что кто-то скупает эльфийскую соль. Очень опасное вещество, запрещенное в королевстве. И я внедрился в банду контрабандистов для того, чтобы узнать, кому она нужна, кто заправляет поставками, а главное, зачем. На самом деле это я привел в банду королевского гвардейца по имени Цисгендий. Потому что меня как-то накрыли с грузом, и мне грозила смертная казнь. Мне сказали, что если я помогу расправиться с бандой, которая торгует эльфийской солью, тогда мне дадут свободу, отпустят, и я могу начать нормальную мирную жизнь. Короче, меня от удивления тошнит. Меня предали. Я как кот. А кто тебя предал, то это... Все, ты, все. Я-то почему предал? Так, честно говоря, я еще тоже не успел предать. Он пока пытается нам помочь. Мне надо было отследить, куда идет поставка, зачем нужна соль. Вы можете быть в полном порядке. Нам надо помочь ему. Я помогаю ему с самого начала. Он на Лорда Властона работает. Какого Лорда Властона нет? Ты забыл старый квест. А на кого ты? Ты булшет гонишь. Мы запутались. Ты что, не смотрел пересказ с Парфеновым? Бля, иди нахуй. Короче, решай. Ты блюешь, и что ты... Какое решение? Семью не предаешь. Никогда. Ты мне не семья. И что ты меня кидаешь? А София с ребенком? Мы о них позаботимся. Ну что это, блядь, за пауза такая? У тебя проблемы. Пока они разбираются. Пока мы в Голубятне. Все остается в Голубятне, что происходит в Голубятне. Ну давай, что будет? С кем? Ну все? Уверен? Смотри на эти уши. На эту голову. Ничего не подходит для дружбы. Не-не-не, я просто ненавижу тебя. Пока вы разбирались, Мелонис хватает еще одного Голубя и бросает в цизгенде. Да, блядь. А я с Мелонисом же, да? Теперь. А это тебе решать. Он мне очень нравится. Крутой ты мужик. Я хватаю, да, хватаю второго Голубя. Вот так. У тебя в руках два Голубя с горящей взрывчаткой. Эрик, твой ход. Я стреляю в горящую взрывчатку. Это будет очень сложно. Бросок атаки с помехой. Еще один копик. К сожалению, стрела пролетает мимо. Хорошо, я переместился за лавку. Это не лавка. Это стойка ресепшена. Ты выбегаешь со склада и прячешься за ней. Цизгенде и твой ход. Я бросаю в одного Голубя, в одного из Мелонисов. Хорошо, кидай. Ловкость. 14. Это попадание. Кидай. Два. Де. Двенадцатых. Урона. 9 и 11. О! Твой Голубь со взрывчаткой попадает точно в Мелониса. Происходит громкий взрыв. Соль, которая была в рюкзачке Голубя, распыляется. Да еб твою мать. Но никого из вас не задело. Цизгенде, ты можешь еще куда-то перебежать. Я вот здесь у двери стою вот так вот, за косячком. Хорошо. С Голуб... С Голуб... С Голубочком. Ты спрятался за косяк. Я хватаю Голубя. Говорю ему. Голубя, передаю вам наказание. Хватаем эту Голубятню и несем в полицию. Но наших сил явно не хватит. Нас клетки-то удерживают. Так-то мы давно бы уже улетели. Такой себе план. Но вот там есть одна мерзкая мразь. Ты нас выпусти. И мы ее сейчас наваляем клювами. Я беру Голубя. У тебя план получше, чем мой. И что ты делаешь? Я отпускаю всех Голубей. Ты дергаешь за канат, который открывает все клетки с Голубями разом. Голуби свободны. Добромраз, твой ход. Я благословляю тебя на... У меня есть благословение. Я за одну монету. Следующий бросок... Твой бросок будет критическим. То есть ты следующий раз кинешь Голубя куда надо. Принято. Прочитай, пожалуйста, это заклинание. Следующий бросок выбранного того же союзника будет критический и автоматический. Критический и автоматический. А монету что, отдал? Уважаемая Систеса, заберите, пожалуйста, монету. Авсоматитикус критичикус. Что-нибудь придумаем. А дальше я иду поближе к дверям, потому что тут слишком много соли, а я человек и могу... А ты где стоишь? Ты отступаешь за косяк. И там же находится Цисгинди. А теперь ход Голубей. Они вырываются из клеток и разъяренные летят в сторону стойки, за которой спрятался Эрик. Они скалятся и намерены напасть всей стаей. У меня очень большая голова. Это только плюс для них. Но у меня хватит крови. Как? Они не напали? Просто улыбаются? Как они его напугали-то? Оскалились. Оскалились. Мелонис хватается за стол, переворачивает его и прячется за ним, как за укрытием. А Виталис берет очередного Голубя и швыряет в тебя, Юлиан. Хорошо стреляет. 23 в сумме. Это попадание. Сдох нереально. Предатель семьи, блин. Рода. Теперь будет... Тихо. И вали отсюда за этим. Восемь. Одиннадцать урона. А у тебя было семь. Семь, да. Ну да, да. Дорогой мой друг, ты снова закрываешь глаза. Как в тот раз с грибами. Третья клиническая смерть. Я беру... Я понимаю, что как бы вообще пахнет жареным. Вижу миллионы этих голубей. Беру этот самый... Мешок свой с... С солью. И вот так. Ты долбаяц, ты можешь просто выбежать и дверь за собой закрыть. Нет, это было действие. Сейчас будет перемещение. Да, ты же не устроился. И вот я распылил и на своих ушках как бы улетел из... Это будет очень медленно, полтора метра всего. Хорошо. Лучше бежать. Да, бежу, бегу. Бегу и прикрываю за собой двери. Дорогие друзья, к сожалению, это оружие массового поражения, поэтому вам необходимо кинуть один до восьмой каждому. Мы все можем умереть сейчас. Но я не умру. Нет, первое применение солью вас не убьет, но даст вам оооочень негативные последствия, скорее всего. Допробуй. Четыре. У меня пять, у него четыре. Добрый раз. Да. Эффект на пять всем известен. Уши. Они вырастают у тебя из-под твоих прекрасных черных локов. Отлично. Нормальная тема. Прекрасно. А ты так даже посимпатичней. А ты такой уже урод какой был. Что со мной? Спасибо. Цезгинди. Да. Тебе, я не знаю, повезло ли больше, ты чувствуешь, как грудь твоя набухает? Сиськи, правда? Сиськи? Четыре сиськи. Ты чувствуешь, что меняешься изнутри. Словно в тебе появляется нечто женственное. А, вот почему меня так зовут. Борода пропадает. Ты поменял пол. А что с голубями стало? Ничего не, просто стоят. На животных соль не работает. А теперь твой ход. Но я не знаю, как теперь тебе обращаться с Цезгиндией. Можешь так и продолжать. Я идентифицирую себя как он-она. Я напомню, что у тебя есть критическая атака. Урона будет очень много. Не прейти благословение. Четыре Д-12. Хорошо, я кидаю этого голубя в самого здорового из них, Виталиса. И это критическая удача. Ты попадаешь. Кидай урон сразу. Четыре Д-12. Двенадцатых. Двенадцать, двенадцать, три и шесть. Это... Пу-пу-пу. На секундочку. Много. Голубь попадает в Виталиса. Из дыма разлетаются ошметки. Виталиса разрывают в клочья. Ура! Смотри, мы все подходим к Мелонису, который практически мертв. Я вот так достаю значок и говорю. Королевская гвардия, вам предъявляется обвинение в сбытии крупномасштабном, с применением голубей, соли в змее хрустальном. Вы понимаете, что вы можете просить адвоката или сразу отправиться в тюрьму? Он смотрит на тебя. Смотрит на смерть своего брата. Медленно он поднимает руки. И я сдаюсь. Поздравляю. Бой окончен. Господин ведущий, еще один важный вопрос. В ходе нашего квеста у кого из нас в инвентаре было зелье воскрешения, которое мы нашли на Диане? У меня, конечно же. Я использую для оживления Юлиана. Кидай два до четвертых плюс два. Пироги. Четвертый раз воскрешать. Семь плюс два, девять. Ты встаешь в девяти здоровья. Дорогие друзья, вы молодцы. Вы накрыли большую сеть распространения эльфийской соли. А теперь мы переходим к ходу голубей. Полсотни голубей выбивают дверь своей массой. Есть птичий бок. И атакуют тебя, Эрик. Я же упал. И на мне дверь. Они разбивают ее в щепки. Она двустворчатая, поэтому тебя откидывает в сторону. Давай попробуем. Но что случилось с твоим персонажем, мы узнаем в следующем приключении. Спасибо. Спасибо. Поздравляю вас, герои. Вы прошли приключение. Вы заработали две монеты, что эквивалентно 20 тысячам рублей. Дорогие друзья, определите игрока, который кинет 1D6 для того, чтобы добавить монет. Давайте Руслан, он первый раз играет. Да, Руслан! Давайте, но мне может не повестись. Давай, давай. Две? Нормально. И еще две монеты. И это в сумме пять монет. В какой фонд вы отправляете деньги? Я знаю очень классный аистятник. Аистятник. Да, есть аисты. Да, аисты. Все, тогда решено. Хорошо. Отлично. Я вам скину. Аистятник в поле. Спасибо вам за игру. Вот так наши герои сорвали план гномов Мелониса и Виталиса. А ведь они собирались распылить тонну гадкого порошка над столицей. Ой, что бы было. Но обошлось. Что случится дальше и вернется ли легендарный герой Добромраз, вы узнаете в новых выпусках подсемелий Чикенкарии. И мерч. Покупайте мерч. Он и нужен вам. И проект так поддерживайте. Спасибо. 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 Спасибо.